МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В микрорайоне Левенцовка проверили ход ремонтных работ в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». Урок русского языка в глобальной сети. Расскажем об учителе-блогере из Ростова-на-Дону. Десятки килограммов незадекларированных товаров народного потребления выявили ростовские таможенники в аэропорту Платов. Об этом сообщает пресс-служба ЮТУ. Так, в ходе проверки пассажиров международного рейса «Анталия-Ростов» у жительницы Донской столицы, проходившей таможенный контроль по зеленому коридору, было выявлено 58 единиц товаров народного потребления общим весом более 38 килограмм. Гражданка переместила женскую одежду в ассортименте через границу Евразийского экономического союза без таможенного декларирования. Днем ранее гражданка Украины, прилетевшая из Стамбула, попыталась пронести по зеленому коридору 74 предмета детской и подростковой одежды весом более 23 килограмм. Сейчас по этим фактам проводятся административные расследования. Всего в сентябре возбуждено 7 дел по фактам незадекларирования товаров народного потребления. Это одежда, запасные части, медицинское оборудование. Взрыв газовоздушной смеси в резервуаре с нефтепродуктами произошел, по легенде, на Новочеркасском электродном заводе. Главная задача от МЧС в ходе специальных тактических учений была предотвратить условную аварию и спасти пострадавших. Удалось ли пожарным справиться с такой спасательной операцией, знает Алина Высоцкая. Первым на место прибывает расчет Донского спасательного центра для проведения разведки. Они определяют зону заражения, учитывая изменения направления и скорости ветра. С ними и мобильная роботизированная установка. Такая разработка помогает спасателям дистанционно проводить тушение в зонах очага, особенно при ликвидации разлива химически опасных веществ. А пока все это происходит, успевает прибыть и подкрепление. Медлить нельзя. На полигоне отыгрывается ситуация, когда взрыв газовоздушной смеси в резервуаре с нефтепродуктами повлек за собой и разрушение производственного цеха. Повреждена цистерна с аварийно-химически опасным веществом, а под завалами цеха могут находиться люди. Пожар на главном очаге возгорания ликвидируют с помощью насосов в них пена и вода. Вся операция длится около часа. Пожарные признаются, что задача была сложной, но выполнимой для личного состава. Сам по себе пожар, если он произойдет, будет очень сложным, потому что ликвидировать такие пожары тяжело из-за большого количества топлива, трубопроводов, наличия каких-то сопутствующих факторов пожара, сильное задымление, излучение. То есть для тушения таких пожаров требуется привлечение большое количество личного состава и техники. В практической части учения приняли участие порядка 100 человек личного состава и более 20 единиц техники. Таких крупномасштабных у нас чрезвычайных ситуаций на территории Южного федерального округа не было. Надеюсь, что и не будет. Но, как говорится, личный состав готов к отражению данной ситуации. Получает практические навыки ежегодно в ходе таких тренировок. Очень много особо опасных объектов, сосудоподдавления, химические объекты, подъемные механизмы. С точки зрения пожарной безопасности у нас есть при территории предприятия пожарное подразделение, которое имеет спецтехнику для ликвидации каких-либо возгораний. Ну и проводятся по графику различные такие же масштабные учения по подразделениям, где отрабатываются именно практические навыки. С поставленной задачей личный состав справился и в очередной раз доказал готовность к любым чрезвычайным ситуациям. Алина Высоцкая, Дмитрий Дерещук, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии, части и подразделения, которые дислоцированы на территории Ростовской области, сдают итоговую проверку за 2021 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Специальные комплексные комиссии оценивают боеготовность войск и способность командиров принимать нестандартные решения в условиях современного боя. Всего к сдаче итоговой проверки приступили более 20 тысяч военнослужащих ЮВО на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Проверка позволит выставить объективные оценки каждой воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения. Более 400 миллионов рублей выделено в этом году из федерального бюджета на строительство четырех участков автомобильных дорог в микрорайоне Левенцовский Донской столицы. Работы проводят в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». О том, когда жители смогут воспользоваться новыми благоустроенными участками, расскажет Елена Сарксян. Это микрорайон Левенцовский, один из наиболее активно развивающихся в составе ростовской агломерации. Здесь стремительно растут высотки и обеспечить жителей достойной инфраструктурой, в том числе транспортной, просто необходимо, отмечают специалисты. Поэтому в марте текущего года были заключены контракты на строительство четырех автомобильных дорог. Срок завершения – декабрь 2021 года. На сегодняшний день, к примеру, на том участке, на котором мы находимся, по улице Елена, работы завершены практически на 100%. Ведутся уже отделочные работы, уборка территории. То есть мы стараемся обеспечить ввод всех объектов в срок. Мы рассчитываем, что эта программа, естественно, и для нас в том числе продолжится. И в том числе на перспективные периоды сейчас рассматривается не только Левенцовка. Работы в микрорайоне Левенцовка проводят по улицам Елена, Жданова, Ткачева и Еременко. Общая протяженность новых автодорог составит более двух километров. На объектах ведется устройство дорожной одежды, сетей наружного электроосвещения и ливневой канализации. Здесь по улице Елена и на первом и на втором участке выполнены работы по устройству ливневой канализации. Также работы выполняются практически мы их закончили по улице Ткачева по устройству ливневой канализации. Там серьезная ливневая канализация, там диаметр трубы 1600 миллиметров. Это вот центральный коллектор. И ливневая канализация по улице Ткачева именно, она будет воспринимать в себя, принимать всю воду со всего микрорайона. Строительство дорог на Еременко и Жданово также подходит к завершению. На сегодняшний день активно начинают укладывать асфальтобетон. Но еще предстоит установить светофоры и выполнить озеленение. Обязательно пешеходные переходы. Здесь будет установлено порядка пяти светофорных объектов, остановочные павильоны. Здесь будут смонтированы четыре остановки на каждой из улиц, потому что в дальнейшем здесь будет пущен общественный транспорт. Напомним, что в прошлом году на территории Ливенцовского микрорайона были построены две дороги по проспекту маршала Жукова и по улице Ткачева. Елена Сарксян, Дон, 24. Ростов-на-Дону. Сразу 20 проектов первичных отделений «Единой России» из Ростовской области вошли в число лучших в общероссийском конкурсе. Разработки участников разные по тематике. Часть из них касаются комфортности среды в городах и селах, развития цифровых технологий в образовании и массового спорта. Нужно отметить, что уже есть первые результаты. В поселке Красногорнятске и городе Шахта открыли спорт-объекты с уличными тренажерами. А в станице Андреевска Дубовского района обустроили поле для мини-футбола. Теперь здесь проводят первенства и тренировки для всех желающих. Подобного рода мероприятия, тем более с открытием спортивных сооружений, это для мальчишек только радость и праздник. Давний проведенный чемпионат мира в нашей стране, конечно, подстегнул интерес детский. Родители хотят видеть своих сыновей чемпионами. Конкурс проектов первичных отделений «Единороссы» проводят уже несколько лет. И число программ победителей из Ростовской области ежегодно возрастает. В современной школе современные учителя. Не ограничиваться уроками, продолжать общение и обучение своих учеников в соцсетях предпочитает Наталья Архарова. Учитель русского языка и литературы Ростовской школы номер 80 уже три года ведет блог. Подписчиков хоть и не миллионы, зато каждый реальный человек с активным аккаунтом. Умный, красивый, тихий. Вот теперь нужно тире поставить и образовать краткую форму. Умный? Каков? Умен, пишем. Урок русского языка рамками класса не ограничится и пойдет в глобальную сеть. А как иначе, если учитель-блогер? Наталья Архарова уже три года активно ведет аккаунт в соцсети и считает это важной частью своей работы. Дети видят меня обычным человеком, видят не только меня здесь в школе, не только меня как учителя, но и меня как маму, меня как жену. И мне кажется, что это тоже имеет некую воспитательную функцию, потому что мы ведь не только учим, но мы еще и воспитываем. Ее аудитория реальная и активная. Ученики, их родители и коллеги-педагоги. Лайкают, комментируют, обсуждают общие темы в чатах. Такая коммуникация за пределами школы необходима, ведь без нее доверительных отношений не построить. А именно в них сейчас нуждаются и дети, и взрослые. Мне очень нравится тема ее аккаунта, у нее разные темы. Есть как воспитание, психологические. И да, она ездила на море со своим сыном, выкладывала очень много постов. Я, естественно, это все лайкаю, потому что это моя любимая учительница и часто читаю ее посты. Мой любимый пост это про буллинг. Она писала, что с ним нужно как бы справляться, а против своими детьми родители должны это игнорировать. Времени публичность занимает много, но доп. нагрузка не в тягость, признается учитель. Ведь это еще один способ быть ближе к ученикам. А еще развенчать стереотипы о профессии педагога. Когда я пришла в школу, я познакомилась с таким количеством действительно хороших учителей, для которых это призвание, для которых это вся жизнь, которые горят своим делом. И мне хочется показать, вот как-то развенчать эти мифы, эти стереотипы и показать хотя бы тому числу подписчиков, которые у меня есть, что это совсем не так. Что учителя любят свою работу, что они делают ее хорошо. За публикациями своих учеников Наталья тоже следит с интересом, отвечает на сообщения, вступает в дискуссии. Игнаться за армией подписчиков не собирается. Сейчас постоянных читателей достаточно, около восьми сотен. Елена Ребжанова, Юрий Санкин, Дон, 24, Ростов-на-Дону. Теперь о валюте. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на сегодня 72 рубля 57 копеек. Евро 83 рубля 93 копейки. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии был Денис Проскурин. До встречи. Денис Проскурин. Денис Проскурин.